Ну хорошо, говорите. Да, как мы с вами пообщались, это уже давно ждал. Что есть ряд вопросов, насчет православия тоже меня начал интересовать. Хорошо. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, я не против. Хорошо, продолжайте. Вот, у меня одного первого вопроса много ваших видео пересмотрел, но я мало что вообще видел насчет вашего отношения личного к мормонам и харизматам. Вот про эти религии что вы можете рассказать, например? У нас несколько роликов стоит на это. Ну как? Мы смотрим на это как на ересь и на заблуждение. Если нужно подробности, подробности из Священного Писания. Допустим, мормоны. На чем оно все основано? На откровениях Маронии? На золотых листах которых нету? Никто не видел. Главный стих. Мы признаем Святую Библию за Божье откровение. Вы что-то маленькое пишите себе, чтобы потом проверить. Послание апостола Павла. Считаем. Послание апостола Павла. Галатам. Вот, прочитаем сейчас. Первая глава, 8-9 стих. Но если бы даже мы, то есть апостолы, или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. В этом все. Ну, далее, допустим, мы откроем притча Соломона, 30-я глава, 5-6 стих. Запишите. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Прибавка любая. А у мормонов там вообще взяться не за что. Оно к христианству-то никакого отношения не имеет. Деяние апостолов, 4-12. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Представьте, что 17-18 столетий церковь идет, а врата адовы не одолеют ее. Это Матфея 16-18. И вдруг появляется человек, который начинает говорить. Говорит совершенно вопреки. Устраивает многоженство и прочее. То есть даже, я считаю, засрам. Другое дело, там баптисты, еще там можно сравнивать с Библией. А у мормонов вообще нечего взять. Мы считаем это просто ущение от сатаны. Теперь, относительно, вы говорите, харизматов. А харизматы это стопроцентное беснование от демонов. А как это узнать? Очень просто. Что-то непонятно, что... Хорошо слышалось. Так. Вот мы когда откроем Священное Писание, первое послание к Коринфянам. Апостол Павел говорит так. Если нет толкователя, молчи. А они не могут молчать. И далее он пишет. Духи пророческие повинуются пророкам. А у них эти духи не повинуются. Когда они впадают в этот транс, они совершенно собой не владеют. Я обратился среди пятидесятников. Это как предшественники их. Я как обратился? Получил Библию. Больше я там ничего не имел. Я это видел вживую, как у них идет. Библия вообще как будто никакого значения не имеет. А харизматы там что? Падают. Руками махнул. Там бельные хена повалились все. Ползают, кричат, лают. Святой смех. Ну, буйная одержимость беснования. Там по пунктам разбирать нечего. Нет толкователя, молчи. И они не могут молчать. Все тут сказано. Они не могут остановиться. Ну и все. Вопрос закончен. Это не от Бога. А церковь знала это? Не знала. И в церкви было ли такое в 18 столетии? 19-20? Не было. А откуда это взялось? Это вопреки Слову Божию. А вопреки, мы считаем, это анафема. То есть полное отвержение. И вопрос закрыт. Церковь только там, где есть рукоположение. Рукоположение от апостольских времен. Вот апостол, Господь рукоположил, а они, епископов, на них возложили руки. И где это прерывается связь, там ничего нету. Там нет благодати. Это самое щинное сборище. Собрались. А где двое или трое? Там и Христос. Не так написано. Где двое или трое? Во имя Мое собраны. Не собрались. Собрались, а там и выпить трое собрались. Выпили. Собраны. То есть это движущаяся сила Духа Святого. Есть вопросы, которые разнятся. Там мы можем беседовать. А где все одинаково? Беседовать не о чем. Ее надо принимать. Так вот, одинаково вся церковь понимала так, что где нет рукоположения, нет церкви. И мы это очень легко доказываем. Деяния апостолов 14.23. Рукоположили при святеров каждой церкви. А зачем их рукополагать? К Титу 1.5. Довершить недоконченное. То есть это нету, то недоконченное, то есть дом не завершен. А это человеческая инициатива. Мы собрались, поговорили. Там нет таинства. Даже баптисты сегодняшние, это самое близкое к православию, которые вышли. А от них там уже адвентисты седьмого дня. Далее уже пошло. Там свидетели Иеговы. Конца нету. И они понимают неправильно. Я говорю, скажите, вы крещение принимаете как? Ну как заповедано, а как? Вы видели, как они крестят? Человек стоит, а пресвитер берет, его на спину опрокидывает. Так? Все одинаково делают. А что это означает? Это означает то, что они крестят не в смерть Христа. Не в смерть. Вот мы сейчас считаем, я открою сейчас несколько мест Писания. Вот. Смерть его крестились. Апостол Павел говорит. Римлянам 6 глава 3 стих. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? Даже внешне это, ну совершенно неправильно, извращенно. Христос, когда умер, как был? Когда умер? Ну, умер-то не на постели, как мы. Человек умирает вот так, горизонтально лежит. Бежит, его, допустим, убили напротив, он упал лицом вниз, ладонь, лицо. Христос висел, и он умер стоя, поэтому крещение должно быть стоя. Поднимается из воды, прямо это в смерть. А это положение во гроб. Его положили лицом кверху, ну как в гробу. Даже внешне. Я говорю, а что крещение дает? Ну, обещание Богу доброй совести. Ну, давайте посмотрим, как говорится. Если вы не знаете. Это, в общем-то, почти все так говорят. Вот мы считаем Священное Писание, 1 Петра, 3 глава, 21 стих. Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа. Если у вас есть, вы пометьте, 1 Петра, 3, 21. Как раз это местописание и говорит, что крещение, слово, и спасает, они связаны между собой. А между ними, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести, это пояснение, что происходит в этом крещении. Слово крещение спасает. Оно спасает. Откуда это известно? Ну, потому что там прощаются грехи. Они не верят в это. Мы говорим, откройте Деяние Апостола, 2 глава, 38 стих. Запишите. Когда возопили люди, говорят, что нам делать, мужи и братья? Апостол Петр говорит, покайтесь. Мы говорим, записываем вас, где прощение грехов? Они говорят, в покаянии. Ну, почему апостол не сказал, покайтесь для прощения грехов? Церковь-то так не учила, а как покайтесь, запятая. И докрестится каждый из вас своими Иисуса Христа для прощения грехов? Еще непонятно. Прощение в каком месте? Второй пункт. И далее, запятая, получите дар Святого Духа. Вот Деяние Апостолов, 22 глава, 16 стих. Сал покаялся в пути. Мы разговариваем с баптистами, руководящие в Москве, по-русски, по-про-православному, это люди высокого звания. Мы говорим, а когда он покаялся, он прощен был? Ну, конечно. То есть ему грехи прощены были. Все до одного говорят, ну, в покаянии же. Ладно. Три дня он не пьет и не ест. А слеп. Он прощен и сидит? Ну, конечно. Но вы в Библию-то верите? Ну, конечно. Все соглашается. А считаете? Наизусть знает. Давайте считаем. И написано. Заходит к нему Ананя, епископ города Дамаска, и говорит, брат Савл. Они вот, видишь, уже братом называют. Он уже член церкви. Нет, подождите. Дальше он говорит. Что ты медлишь? Запятая. Встань, крестись, и омой грехи твои. Ну, какие надо глаза, какие уши иметь, чтобы имеет уши, но не слышит, имеет глаза, но не видит. Он не говорит ему, что ты прощен. Я говорю, встань, крестись, и омой. Где омой? Ну, в крещении. Омой. Там впереди считали, крещение спасает, да. Креститель для прощения грехов, да. Три свидетельства только в одной книге. Они не верят. А раз не верят, Библия закрыта. Вот весь ответ. Православие – это то, что идет от самого начала. Мы не зовем православие, мы зовем ко Христу, но Библию нужно понимать. А как ее понимать? Ну, так, как Писание говорит. Так, а понимают по-разному. Да потому, что они отвергли многое. А как отвергли? Вот смотрите, сейчас мы прочитаем это. В Новом Завете мы прочитаем. Первое послание к Коринфянам. Запишите. 12 глава, 28 стих. И иных Бог поставил в церкви. Во-первых, апостолами, запятая. Во-вторых, пророками, запятая. В-третьих, учителями. Один, два, три. Мы разговариваем, я уж не говорю там с другими. Другие вообще не знают. Баптисты многое знают. Я говорю, кого он называет апостолами? Ну, они правильно начинают перечислять. Все перечислили. Пророки. Тут у них не скоро. Ну, Агав, дочери Филиппа, Диакона, тут кого-то. Ну, почему? Потому что это пророки не Исаии, которые были. Во-вторых, это которые в новозаветнее время были. А в-третьих, учителями. Кого учителями? Ну, Фома, начинает Петр. Да нет, вы их перечислили. Это, во-первых, апостолы. Это, во-первых. Зачем? А кто-то да. Так это я вас спросил. Кто? Вы меня спросите? Ну, да. Ну, в первую очередь, Игнатий Богоносец. Это тот младенец, которого Бог, Господь наш Спаситель, Христос, брал на руки и говорил таковыхе Сарство Небесное. Это будущий епископ города Антиохии. Он будет арестован при Трояне. Он будет брошен львам на арену Рима, и там его львы растерзают. Святой или не святой? Святой. Ну, считайте, что он пишет. Трагилийцам, другим, у него шесть посланий осталось. Ну, а дальше Ириней Леонский, Поликарм Смирнский. Это первый век, который говорят. Как они понимали? Это учителя. А уж дальше великий Иоанн Златоуст. Вот, Кирилл Ирусалимский, Ипрем Сирин, Григорий Чудотворец, Василий Великий. То есть, мы считаем по векам и знаем, в какой день умерли. Мы говорим, у вас учителя есть? Да, они начинают перечислять в 18-м столетии. А где? Ну, назовите, как вы верите. Вот вы как верите, как мормоны. Покажите, кто верил так во II веке. Ну, назовите. Никого нет. В III, в IV, в V. Ну, и харизма-то они не могут назвать. Если могут назвать, назовите имена, покажите труды. А мы показываем их. Показываем. На них у нас жития святых. Мы им дни памяти справляем. Почему? Это наши учителя. В-третьих, учителя. Серафим Саровский, Ян Кронштадтский, Феофан Затворник, Блаженов Феофилакт. То есть, мы вам будем перечислять и ни одного, ни два. Тысячу сто семьдесят три. Ну, ни одного, нуль. И тысячу сто семьдесят три. Это разница все-таки. И там, где есть учителя, они растолковывают Священное Писание. У меня собрались как-то... Ну, они больше относились к этим, к Менонитам. Я говорю, давайте рассудим. Какое, вы знаете, толкование? Ну, притча, притча, говорится о десяти девах. Ну, тут мы знаем. Мы тут уже не поддадимся вам. Ну, давайте. Ну, как задремали, все уснули. Что такое задремали? Ну, духовно ослабли. Все согласны. Так и все так проповедуют. У нас так написано. Да написано, как жених замедлил. Вина-то в женихе, а не в них. И как жених замедлил, задремали и уснули. Так одни уснули, проснули сват, пошли другие в рай. А уснули-то все. И те, которые в рай вошли, а они упрека не получили. Все. Широко раскрытые глаза. Сон. Сон. Вот сон, который заснули, это означает смерть. Друг наш Лазарь уснул. А Господь говорил не о сне, а о смерти его. Четверодневной. И здесь Христос замедлил две тысячи лет. И потом Павел умер, и Златоуст умер. То есть уснули. И мы говорим, спи, дорогой брат. Ну, понятно, я говорю, ну да. Ну как? Если девица, встань. Когда Господь воскрешал, говорит, она не умерла, но спит и смеялись над ним. Сон и смерть, это синонимы. Ну и что из этого? А из этого пресекает то, что вы неправильно толкуете. А теперь написано, у них не хватило елея масла. А что это такое? Дух Святой. А другие еще что-то говорят. Ну вас так толкует? Так. Ну а как Дух Святой? Пойдите, купите на торжеще, на базар, пошли покупать. Дух Святой разно продается. Опять толкнулись олбом в стену и стоят. Ну как же вы проповедуете? Это вы же ничего не понимаете. Держишь в руках книгу, а видишь, говорит, вот фигу. Ничего не понимаете-то. Ну и по порядку начинаем. Раздался крик в полночь. Что означает полночь? Ну, и не знают. Полночь это означает антихристовое время. Закончило три с половиной года. Полночь. Полный мрак. Веры нигде нету. И крик раздался, жених идет. То есть Христос с неба явился. И они вышли из гробов. А вы, говорите, восхищены за тысячу лет будут. Тысячелетнее царство. Ну сплошная ложь, сплошной обман. А на лошадь дьявола. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 стих. Отец лжи. У вас все на лжи построено. Берем любое толкование. Берите вы любое. Какое вам понравится. Взяли. Ну и что дальше? Начинают толковать. Наполовину притчи дошли. Я вопрос задаю. Не сходится. Толкование должно быть такое, чтобы ни одно место Библии не противоречило. Ни одно. Потому что все Писание Бога Духновенно. А не так. Одно место протолковало, а другие пренебрег. Ты можешь давать противоречие из всех 77 книг. А у баптистов, у других 66 книг. Ну все укороченное, саддукейское. Адвентисты там души не признают. Надо толковать-то и не о чем совсем. Вот так мы рассуждаем. Вот я сказал сейчас об этом, об учителях. Но он в другом месте, Павел пишет, Ефесянам 4 глава 11 стих. И он поставил одних апостолами, других пророками, или их евангелистами, или их пастырями, учителями. То есть опять то же самое. Иные, это иные совершенно учителя. И когда мы спрашиваем, ну я беру разговор с баптистами, там пятьдесятниками, адвентистами. Кто учителя? Они никого не могут назвать. Почему? Потому что они возникли, ну в таком-то, ну лютеране не могли раньше возникнуть, раньше лютера. Как марксисты раньше Карла Маркса. Ну тут понятно. Ну а раз он позже пришел, так какое отношение иметь к церкви? А мы считаем 28 глава, там 16-18 стихи Матфея. И он говорит, «И сей я с вами во все дни до кончения века». Во все дни. В среду, в четверг, в пятницу. В первом веке, во втором, в третьем. Ну скажите, вы откуда взялись-то? Если он с церковью был-то, а вы что построили-то? Он говорит, создам церковь. Когда создал? В день Пятидесятницы и в доме Корниля языческая часть. Больше не было, он не создавал. А вы-то кто такие? Самозванцы пришли? Сумасброды? Еретики и сектанты? Как угодно назови. Все заглохло, затихло. Я вот в прошлом году только сколько у меня книги вышли, пересылал. Они, ну, еретики разные названия, там, то апостольское назовутся церковью. И они, пресвятера даже, перешли в православную веру. Я вот на неделю только получил от троих, которые приняли православной вере, полное троекратное погружение, крещение, слушаю и дальше. Еще такой вопрос есть. Например, в католической церкви крещение проводится с помощью обливания. Неправильно, неверно. Крещение полное. А почему Евнух и Филипп оба сошли в воду? Слово крещение переводится только одинаково. Погружение. Тауфан, баптизен. По-другому нету. Его нет перевода. Это в русском языке придали страдательный смысл крещения. То есть тебе будут крест нести, придется тебе. Посмотрите, как по-немецки, по-английски, по-гречески. Ну, в любом языке посмотрите. В оригинале. Везде говорится погружение. А какое погружение? Это обман. Люди не крещеные. Поэтому, где мощеная православная ладошка, мы совершенно его не признаем. Вот у нас нынче 12 июля тут будет в озере крещение. И кто приготовлено, они будут все крещеные. Ну, нынче у нас даже из Франции, из Германии прилетают люди. Священники отказываются. Но уже кое-кто начинают делать, как положено. Вот. Еще такой вопрос есть насчет раскола в Украине, в прославной церкви, между звездами киевских патриархатов. То есть то, что киевский патриархат откололся, то есть они утратили эти благодать или как вообще? Да нет. Надо смотреть так. Вот, допустим, какой киевский патриархат? Если вы имеете в виду Филарета Денисенко? Да, да, да. Ну, тут вопрос сложнее. Потому что он здесь был рукоположен, его отлучили, предали анафеме, он должен был подчиниться. А как же иначе-то? Ты рукоположение принял, а анафему не принял. Притом заопределенное. Ему представлена вина была. Он был вызван на собор. И оправдать все он не смог. Ну, а раз это фальшь, не потому что они благодатны, а потому что он запрещенный монах простой был. А раз монах, который произвозил себя это самозванство, к нему я прищищать никогда бы не пошел. Но там есть и московская патриархата и другие. Украина сделалась, как свалка для всяких ересей. Там и Журавлев, Сергей, кого только нет. Сандея разная. И еще вопрос в католической церкви из догмата «Чистилище». Выдумка. Ну, мы-то православные недалеко от этого ушли. Мы молимся, но «Чистилища» нету, поэтому у нас неопределенность. А что молимся, нам любовь не прекращается за гробом. Любовь достигает любого конца. Но никакого «Чистилища» в Писании нету. Даже намека на это нет. Написано между вами и вами Великая пропасть, и хотящие отсюда к вам не переходят, а оттуда к нам не переходят. Евангелие от Луки, 16 глава. Для «Чистилища» в Библии нет места. Просто нет. А мы рассуждаем во свете Святой Библии. И вопрос еще дай вам человек каше предыняется. Ад пойдет вrrhe. Подождите, что-то прерывается ваша речь потихоньку по словам, чтобы можно отделиться. Именно. А почему в православной церкви идет молитва за умерших? Если при его жизни уже yıl 치 идет или в ад, то после смерти опять прерывается. Прерывается. При жизни и дальше не было слышно. Что при жизни? Уже определено, то есть по его делам. Ну, понимаете, это неопределенность. Церковь молится за рабов своих. Написано помяни раба твоего. В этом нет никакого греха. Помяни. Помяни как разбойника. Только и всего. Ему рай не обещан. Но если он не верил, а таких церковь привозят, их отпевает, это обман. Обман. Лишь бы деньги взять. Хотя и в православии. В молитве за умерших нет греха. Греха не может быть. Потому что эти люди живые. Мы верим в их души. Об этом мы считаем 4 глава Откровения. Души под жертвенником вопиют, доколе владыка не мстишь. То есть идет разумная речь, они знают. Им даются белые одежды, чтобы они утишились на малое время, доколе их сотрудники дополнить число. И церковь молится о тех, которые ушли в неизвестное. Мы не прерываем связь любви, забота о них. А поможет или не поможет, это судный день покажет. Но повредить это молитва не может. В молитве греха нет. Вот допустим, Лев Толстой, он отрисал церковь. А когда умер, а сестра его родная, она была монахиня. Ну, она поехала в Оптину пустынь к старцам и помолиться за него. Говорит, что он отрицал церковь и предан анафеме. Хотя его там не поймешь, был или не был. Но в домашней молитве, в келейной называется, ты можешь молиться, но в церкви за него молиться не будут. При определенных условиях. Тут ничего, тут все понятно. Но она помолилась. Кому она плохо сделала? Никому. Она о нем жалела. Чувство жалости даже к погибшим, оно распространяется на других, которые... У меня еще пять братьев, которые не примирились с Богом. А что он воскреснет, это не поможет. Я, например, всем заповедал молиться обо мне, когда я умру. Но поможет или нет, отозначает, я их люблю. Ведь я наказал, я умру, когда то Евангелие на несколько слоев там заламинировано, а мне положите на грудь. Кто-то, бывает, кладбище раскапывают. И на кресте, чтобы все время висела Евангелие с надписью, кому нужна Евангелие, берите бесплатно, чтобы Евангелие одно, два, три ламинированное, от дождя закрытое. Я хочу из гроба проповедовать. Скажут, а что так? А что в этом плохого? Я специально достал Евангелие, Новые Заветы, приготовил их, допустим, две тысячи. У меня много друзей. И они будут их вешать, и люди будут брать. Вины никакой нету. Подождите, у вас где микрофон? Где у вас? Ну-ка, поближе сделайтесь. Что-то прерывается. А ну-ка, сейчас начните. Не видно, только губы шевелятся. Почему это так? Ну-ка, по одному слову раздельно говорите. По одному слову. Вы сейчас не можете, да? Заглохло. Ну, все тогда на сегодня. Вот жалко-то как. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...